Привет всем! Продолжаю снимать свой влог и хочу сказать пару слов о предыдущем влоге. Дело в том, что я осветила проблему большую, рассказала про банк, который забрал мои деньги, не только мои, а всех платчиков, только комментариев. Спасибо огромное за вашу поддержку. Я думаю, что лёд тронулся, мы как-то повлияли с вами, благодаря тому, что вы стали распространять данный пост, данное видео. Всё равно мы достучались хотя бы до кого-то. Дело в том, что меня стали спрашивать, нужны ли мне деньги, и предлагать стали подписчики помощь. Просили, чтобы я отправила свой PayPal и так далее. Ребят, успокойтесь, всё хорошо, у меня всё нормально, у меня всё стабилизировалось. У меня было плохо где-то полгода назад, когда всё началось, просто тогда был такой момент, что всё заблокировали, и я здесь осталась одна, и я вот такая думаю, боже, что мне делать. Проблема была не только в том, что мои деньги заморозили тогда в банке, а ещё в том, что у меня не было никакой больше другой кредитной карты дебетовой, с которой бы я могла здесь, в Америке, снять. Я не могла открыть ни в одном банке без social security карту виза, чтобы расплачиваться ею здесь, и мне было очень тогда плохо, потому что у меня вообще не было денег. И потом, слава богу, мне помогла одна русская женщина, которая работает в Валсфарго, она открыла мне без проблем вообще без каких-либо документов счёт в банке, и дебетовую карту она мне дала, в общем, Валсфарго. Но теперь у меня есть и в Чейсе счёт, и Валсфарго. Когда появился social security, я, конечно, начала в других банках тоже открывать. Теперь я не храню яйца в одной корзине. И вот тогда была в этом проблема, что не то, что там у меня нет денег, а деньги были, но они были заморожены. И потом, когда я начала постепенно доставать свои деньги отовсюду, я, конечно же, вернула родителям долг и начала как бы спокойно здесь уже работать, и у меня всё стабилизировалось, и теперь я могу спокойно нас обеспечивать. Но факт остаётся фактом, что деньги до сих пор мои заморожены где-то там, и я их не собираюсь никому дарить. Извините, но это мои личные деньги. Собственные, заработанные кровью и пот. Спасибо всем огромное за то, что вы хотели мне помочь, и я хочу просто развеять ваши сомнения, развеять какие-то слухи, разговоры. Если вы могли заметить, как бы я нигде никакие реквизиты не оставляла, чтобы вы мне там скидывали, это вообще ужасно. Конечно, нет ничего ужасного попросить о помощи, я прекрасно понимаю, но у меня не та ситуация. Я ещё раз повторю, что у меня всё нормально, как бы стабилизировалось. Я, конечно же, не скажу, что я шикую, сейчас у меня куча бабла. Нет, у меня как бы всё нормально, я могу нас содержать, но без фанатизма, без чёрной икры. Вот без макияжа хочу показать вам после душа, чем я пользуюсь. Вот у меня несколько продуктов для волос, которые я использовала. Практически здесь чуть-чуть осталось на донышке. На донышке. В общем, это профессиональный органический уход для волос. У меня эти продукты впервые. Беллаж, вроде да, так называется бренд. И я в восторге, мне очень нравится, я их уже добила, эти банки. И плюс ко всему превосходный крем для тела, который я тоже практически домазала. Это Origins с белым чаем, с детоксом. Запах невероятный, и кожа такая увлажнённая. Его, в принципе, даже немного было нужно наносить, чтобы увлажнить кожу очень питательной. И я вам рассказывала про вот эту расчёску японскую. Смотрите, она с первого раза расчёсывает волосы. Не рвёт их, очень мягко. Мокрые волосы, заметьте, мокрые и окрашенные. Расчёска эта намного круче, чем Tangle Teaser и все остальные. Очень советую её приобрести. Хочу показать вам мой костюм, который я надену на вечеринку сегодня. Он леопардового принта, но это сейчас очень модно. Animal Print. Заказывала я его на Asos, и могу ссылку оставить в описании. Он так круто смотрится, за счёт того, что он в таком пижамном стиле. Плюс ко всему леопардовый. На запахе очень элегантно смотрится. Плюс ещё заказала серьги. Такие серьги тоже сейчас в моде. С такими вот медальками. Что, ребят, я готова. Сделала макияж. Надела серёжки новые. Серёжки, кстати, подходят под вот эти монетки, которые на Forever 21 я заказывала. Эти серьги, напоминаю, с Asos. Костюм этот просто обалденнейший. Он тоже с сайта Asos. Я попрошу кого-нибудь сегодня снять цельный мой образ. Очень он приятный и красивый. Такой, знаете, прям секси. Так, тональная основа у меня новая. Вот от Dior Backstage. И я смешиваю всегда тональную основу с такими вот чудеснейшими капельками тоже от Dior. Они бронзовые. Если, например, тональная основа немножко светловатая, хочется добавить такого бронзового оттенка, сияние, я добавляю вот эти волшебные капли. Тональная основа у меня в оттенке 2CR, 2CR и 004 у меня вот эти капли. Вот дальше у меня помада очень красивая Lingerie, Nuxe Lingerie в оттенке 12. И тени я использовала NYX Cosmic Metals и добавила вот этого рыжего оттенка из коллекции Machinist от NYX. Ну вот такое все ляпердовое получилось, очень-очень красивое. Мы вернулись домой и нас ждала посылка по дверью. А в посылке 3D-ручка Сары. Она очень ее хотела, просила, прям слезная. Я заказала на Амазоне. Мы уже ее запечатали обратно. Дело в том, что она бракованная оказалась. Представляете, какой облом? Сколько она ехала, приехала. И бракованная мы ее включили. В общем, она не работает. Ну, тут хорошо, что в Америке все это быстро работает. Система возвратов там вообще без проблем. Хотела еще показать вам рюкзак, который доставили мне на днях. Из Казахстана, кстати. Между прочим, снова казахстанские дизайнеры меня радуют. Здесь вообще дерево присутствует, замша. И, ну, это ткань обычный рюкзак. Вообще необычный, очень красивый. Лямки тоненькие, тоже бежевые. Но самое удивительное, это вот эта вставка деревянная. Здесь есть крючок. При помощи него вы закрываете ваш рюкзак. И открыть его невозможно. Да. А если открыть, то вот так он раздвигается. Вот, смотрите. Очень круто. Мне безумно нравится. Тоже на него ссылку оставлю под этим видео. Потому что круто. Еще казахстанские дизайнеры, ну, совсем молодцы. Я прям в восторге. Супер. Поддерживаем отечественного производителя. Пару слов о ситуации с банком. Тут подходит идеально такое выражение. Ты хочешь как лучше, а получается как всегда. Там есть одна группа, где собрались все вкладчики. И они обсуждают эту проблему, что там у них произошло. Уж митинги какие-то собирают, где приходят по два человека, потому что всем некогда. Ну, вы сами представьте, люди хотят забрать свои деньги, приходят в банк, собираются на митинги, приходят два человека. Соответственно, их никто слушать не будет, потому что якобы у двух человек проблема, у остальных у всех все нормально, да. Странно все это. Хотя в группе три тысячи человек, грубо говоря. Непонятно. Еще там в группе часто удаляют сообщения. Если я там отправлю, например, о том, что я выпустила пост о банке, там троллевали, там такая-то, такая-то ситуация у нас, какая-то сирена непонятная. И удаляют быстро пост. Что за группа, непонятно. Там, наверное, какие-то шпионы из банка сидят. Потом, после того, как я опубликовала пост, стал кто-то писать, один человек, и его там начали поддерживать. Типа, да кто она такая? Она сидит в Америке и говорит про банк. Да она подставное лицо. Ее специально кто-то заслал, чтобы она вот это все говорила плохо про нашу страну. А она вообще не казашка. Она не знаю кто. Кто она такая? Почему она пишет странные посты про банк? У нее там нет вклада. Она подставное лицо. Ну, представьте, вот это начинает писать кто-то. Это так всегда. Главное, чтобы один кто-то начал. Один человек кидает смут. Это как у меня в комментариях. Пишут хорошо, хорошо, хорошо. Потом один человек кидает смуту. Вот стоит только кому-то одному закидывать вот эту вот... Вот идею. И начинается вот это вот все. Конечно же, он начал это все писать. Его начали некоторые поддерживать. Типа, да, а кто она такая? Странно все это. Она находится в Америке, пишет про наш банк. А она точно подставное лицо. Ну, прикиньте, да, вообще ситуация. Тут хочешь помочь людям? Реально, хочешь помочь. Потому что у меня охват от моего поста был колоссальный. Он больше, чем любой тираж в журнале местном. Больше, чем показан на местном телеканале. То есть тут хочешь помочь, да, проблему поднимаешь. А люди пишут, блин, кто же она такая, да? Какой-то странный блогер. Чего ее слушать? Давайте-ка лучше поговорим о том, как быстро снять деньги, которые не снимаются. То есть вообще очень странные люди. И я даже так подумала о том, что, блин, зачем я это все делаю? И там, конечно, нашлись адекватные. Кто стал на этого человека нападать? Типа, что вы тут пишете? Успокойтесь. Я даже скинула свой паспорт, чтобы он успокоился. Но я замазала все данные свои паспортные. Только отправила то, что там написано, что я казашка. Да, и паспорт выдан в республике Казахстан. То есть, что я не подставное лицо из Америки. То есть, ну, представьте, насколько люди странные и пытаются внести смуту какую-то. Даже не знаешь, кому теперь верить, доверять, где хранить свои деньги. Я даже в американских банках сейчас храню там свои небольшие суммы. И то как-то страшно после этого инцидента. Да уж, конечно, вот так. Но здесь, конечно, такого не должно произойти. Хотя было тоже, говорят, что вот такие пироги. Спасибо всем за просмотр. Если есть вопросы, задавайте. Всех вас люблю. Целую. Скоро новый влог. Продолжение.